В понедельник в законодательном собрании города поздравили с юбилеем севастопольца писателя и журналиста Бориса Никодимовича Гельмана. 22 августа юбиляру исполнилось 80 лет. Алексей Михайлович Чалы и Екатерина Борисовна Алтабаева вручили имениннику почетную грамоту и цветы. Мне очень приятно, что именно в законодательном собрании, почтенный юбилей, законодательное собрание – это тот орган, которому впрямую доверили деятельность наших граждан. Борис Гельман 9-летним мальчиком приехал в Севастополь в 1944 году. Он был свидетелем того, как послевоенный город возрождался из руин и сам был частью созидательного процесса. Именно он стал одним из авторов идеи создания проекта «35-я береговая батарея». Алексей Михайлович, конечно, слышал это слово «чаловка». А вот кто служил на кораблях в 50-60-е годы, помнит, как на северной стороне без всякой поддержки, морскими, матросскими усилиями, офицерскими усилиями тоже, был построен городок для офицеров. Тогда это было большое торжество. И это сыграл свою роль дедушка, вице-адмирал Чавы. Которого я хоро-чаловка. Я думаю, что этот порыв такой, видимо, унаследован. Так что севастопольцы, кто помнит то время, надеются на то, что по успешному фарватеру будет двигаться наше законодательное собрание. В свои 80 лет журналист и писатель продолжает работать. Печатается в газетах «Флаг Родины», «Слава Севастополя», «Литературной газете».